Дальше. Так, Викторина спрашивает. Здравствуйте, я вам очень верю, я вам очень верю в ваши методики. Помогите, к меня на висках большие повисла кожа дряблая, это видать, или Болгария, или ещё. Думаю, что у меня прогерия какая-то. Помогите, как лечить дряблость кожи. Мне 38 лет. Дряблость кожи, дряблость кожи. Ну, что касается дряблости кожи, я бы посоветовал, знаете что? В первую очередь, по возможности сменить рацион, чтобы у вас было больше пищи, насыщенной, структурированной водой. Это, как правило, салаты. Салаты обязательно добавляйте по столовой ложечке проросшей пшеницы. Она прекрасно влияет. Плюс, плюс ещё, что? От дряблости кожи. Я же там и передачу попробовал делать, природная косметика, кое-чего. Умывайтесь талой водой. Вот талая вода. Раз, раз, раз. Талая вода структурирована, она быстренько входит в кожу и, так сказать, подтягивает её. Но это делать надо регулярно. Плюс ещё. Вот это вот гимнастика. Как мы накачиваем мышцы, бивниурезы себе, да? Регулярно тренируюсь. Так точно, чтобы не было обвисания, вы делаете мимическую гимнастику. Значит, как её делают, там есть в интернете, вы найдёте, делайте. Значит, вот эти вот вещи. Питание изнутри будет делать, подтягивать кожу. Значит, это салаты, свежие салаты, листовые в основном, корнеплоды, свежие соки, великолепная вещь. Плюс проросшее зерно. Снаружи это будет умывание, значит, талой водой. Вот, вплоть до того, что в ней должен лёд плавать. Тогда она будет талая. Вот, и гимнастика. Вот эти три вещи сделают вашу кожу подтянутую, и всё будет отлично. Я на передаче видел 70-летнюю, там, ну, если не больше, женщину. А лицо у неё было где-то, ну, лет не старше 30. Всё из-за того, что она занималась вот этой вот гимнастикой. Поэтому делайте эту гимнастику, вот эти вот три вещи, и будет прекрасно. Если вы уж поинтересуетесь, я могу даже снять видео, там, какие там салаты, какие умывания и так далее. Надо сделать. Для того, чтобы кожа была...